В эфире библейский портал Экзегет. Кого считать умным с точки зрения христианства? Я думаю, что с точки зрения христианства умным надо считать умного человека. А вот мудрым надо считать того, кто различает добро и зло. Царь молится в Ветхом Завете. Дар и уже рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Мудрый человек – это человек, который знает правду Божию обо всем, что на земле. И мудрый человек может быть даже простецом и даже необразованным. Он даже может не уметь читать и писать, но будет носитель настоящей мудрости. А вот человек, имеющий множество дипломов, образований и степеней, может быть очень умным, но совершенно нерассудительным и совершенно неразумным. Очень точно об этом говорит апостол Иаков в своем послании. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью». То есть кротость является мудрого человека. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, не исходящая свыше». То есть не та мудрость, которая исходит от Бога. «Но земная, душевная, бесовская». То есть мудрость бывает бесовская, похожая, уподобляющая человека бесу, демону. Потому что демоны знают все, они намного умнее человека. Но они ненавидят Бога, и поэтому это никак мудростью не назовешь. Поэтому нам надо искать мудрости прежде всего. «Как знание правды Божьей, благословенности Господи, научи меня оправданием Твоим». Вот эти знаменитые библейские слова, которые столько раз мы повторяем за богослужение, они очень важны. Что такое? Мы просим научить Бога нас своим оправданием. Мы просим Его научить нас видеть во всем Его правду. Ищите прежде правды Божьей и Царства Его. Искать во всем Его правду. В каждом поступке, в общении с каждым человеком, в каждой проблеме. Надо увидеть, что для Бога в ней правда. И вот этот навык и будет мудростью. А ум развивается. И мудрый человек предпочтительнее человеку умного. Более того, если нам начать читать книги «Премудрости» из Библии, «Притчи Соломона», «Книга «Премудрости Соломона», «Книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», то мы увидим, что для Ветхого Завета мудрый человек – это почти синоним святости. А глупый человек – это синоним грешника. То есть человек, который не знает правды Божьей – это глупый для библейского сознания человек. Почему? Да потому что он главного не знает. Поэтому вся его мудрость – это на самом деле или мудрость бесовская, или просто глупость. Продолжение следует...